Сегодня в Старомосколе провожали в армию первых новобранцев весеннего призыва. Ребята будут проходить службу в сухопутных войсках в подмосковных Мытищах и Нижнем Новгороде. Всего же в этот призыв отправится служить 223 староскольца. Пол восьмого утра, а возле памятника погибшим воинам-интернационалистам шумно и многолюдно. Проводить ребят в армию пришли родные, близкие и друзья. Самая большая группа поддержки у 19-летнего Александра Зиборова. Долго дать родине. Каждому надо. Провожали хорошо, все друзья. Все таким составом более чем. С напутственным словом к защитникам Отечества обратился глава округа Александр Гнедых. Мне приходится бывать в воинских частях, где проходят службу наши парни, срочную службу или на контрактной основе руководства воинских частей. Всегда говорит о добросовестности наших староскольцев к выполнению своего воинского долга. Родителям желаю спокойствия. Не переживайте, все будет хорошо. Наши ребята подготовленные, достойно отслужат и вернутся благополучно на родную староскольскую землю. Любое дело у христиан обязательно начинается с молитвы. Благословил призывников настоятель Успенского храма иерей Сергей Поляков. Минуты молчания почтили память павших воинов и возложили цветы к памятнику. Жаркие объятия, горячие поцелуи и море слез на прощание. Он сказал, если я дождусь, то сделает мне предложение. Конечно, буду ждать. Я его очень сильно люблю. Самый лучший мой мальчик. Могу сейчас расплачивать. Спокойным сердцем отправляли его в армию. Потому что никакой дедовщины сейчас ничего нет. Спокойно и все очень хорошо. Сейчас год служит. Это не так много. Наспех попрощавшись с родственниками. Призывники отправились на сборный пункт в Белгород. Проходить службу ребята будут в сухопутных войсках в Мытищах и Нижнем Новгороде. Следующая отправка состоится уже завтра.